Хорошо слышно. 100 лет я работал с микрофоном. Добрый день дорогие друзья. Меня зовут Потапенко Иван. Я занимаюсь организацией обучающих мероприятий для компании Panasonic и сегодня хотел бы вам немножко рассказать о новом продукте, который появился на рынке Украины. Многие из вас с ним уже сталкивались раньше, но под другой торговой маркой, но сейчас это аккумуляторная батарея Panasonic N-Loop. Кто-то когда-нибудь с ними раньше сталкивался? Саньо. Саньо. Я бы удивился, что вы что-то другое назвали. Хорошо. Значит, знаете, что такое N-Loop. Panasonic N-Loop, он в принципе гораздо лучше, чем Саньо и я сегодня постараюсь рассказать почему. Прежде чем мы начнем, я бы хотел небольшой видеоролик показать о том, что такое вообще направление Panasonic Energy в мире. Секундочку. Слышно? Нет. Нормально. Это не изображение. Это не изображение. О! Да. Ну, где же? Нет. Неизвестно. на пульте добавить 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 имеется в виду то направление, которое занимается исключительно элементами питания. Оно существует уже давно, может быть, кто-то заметил, существует оно еще с 1927 года. Мы начали производство батареек и элементов питания, поэтому как бы некоторый опыт у нас в этом есть. Ну, теперь немножко по слайдам. Прежде чем мы начнем говорить непосредственно о NLU, я еще небольшое вводное слово сделаю о том, что такое Panasonic в мире. На данный момент компания Panasonic это один из крупнейших производителей электроники. Все, что мы делаем связано в основном с производством электроники. Нашим слоганом является такое выражение как Better Life, Better World, что означает лучшая жизнь, лучший мир. Если смотреть по статистике Global Brands 2013 года, то Panasonic можно увидеть на каком месте? Наверное, никто не видит. На 68-м. Это с учетом всех брендов, которые на данный момент существуют. Но для нас гораздо более интересен вот этот рейтинг, который называется Global Green Brands. Здесь Panasonic занимает четвертое место. И к дню рождения компании, к столетию, оно произойдет в 2018 году, компания исполнится 100 лет. Мы планируем в этом рейтинге получить первое место. Но, в принципе, все предпосылки к этому есть. Вот можете увидеть, если в 2011 году у нас было 10-е, то в 2013 уже 4-е. Так что скоро-скоро рейтинг 2015 года, и мы наконец-то получим заветное место. Хорошо, идем дальше. Panasonic это не только потребительская электроника. Ну, наверное, по этому направлению она известна больше всего. Но на самом деле в наш портфель входит достаточно большое количество разного рода техники. Если разделить на 4 основных сегмента, то вы можете увидеть, что существует так называемое направление Appliance. Appliance это как раз техника для дома. Дальше ЭКО и разного рода энергетические решения. Сюда же входят и батарейки. Элементы для бизнеса и путешествий. Например, один из ярких примеров. Можно упомянуть, что у компании Panasonic уже очень давно есть договор с компанией Boeing. Там, туда мы поставляем медиаплееры и разного рода другие устройства. Ну, именно связанные с медиа. И еще одно направление это все, что связано с автомобилями. Самый яркий пример этого, можно сказать, что существует такая компания, я думаю, знаете, Tesla. Слышали, да? Вот. Ну, Tesla производят, соответственно, автомобили. И компания Panasonic занимается поставкой к этим автомобилям аккумуляторной батареи. Ну, и, собственно говоря, производством и установкой. Совместно с Tesla мы сейчас строим в Соединенных Штатах Америки огромную фабрику. Это такое городообразующее предприятие посреди пустыни. Фабрика должна начать функционировать в 2017 году. Хорошо. Еще немного о Panasonic Energy в мире. Ну, вы посмотрели ролик. Стоит упомянуть, что с 1927 года Panasonic продала более 150 миллиардов элементов питания. То есть это достаточно внушительная цифра. Производство у нас находится в очень многих регионах по всему миру. И компания Panasonic на рынке именно энергетики занимает ведущие позиции во многих направлениях. Это и солнечные панели, это и солевые батарейки, это и аккумуляторная батарея. Если сравнивать нас с конкурентами, то мы в любом случае в каждом из рейтингов входим в первую тройку. По сферам деятельности. Ну, как я уже говорил, Panasonic Energy это и аккумуляторная батарея, это и батарейки, это и солнечные панели, это и разного рода альтернативные источники питания. По социальной ответственности, по социальным проектам, здесь стоит сказать о такой штуке, как, ну, во-первых, использование аккумуляторных батарей Panasonic в условиях низких температур. Ну, там, ну, там и происходит исследование Арктики. Дальше в Танзании создание специальных элементов питания и специальных светильников, которые позволяют долго, ну, ночью долго, как бы, поддерживать свет. В Австралии спонсирование гонок автомобилей, которые работают от солнечных панель, ну, от солнечных батарей, и, вот, например, еще один момент, это некоторые спутники, они оснащены солнечными панелями, и эти солнечные панели, они как раз производство Panasonic. Ну, вот, в Италии здесь еще существуют вот такие поля солнечных панель, которые тоже являются некоторым альтернативным источником питания. Так, это я пропущу, это батарейки. Теперь, собственно говоря, непосредственно о аккумуляторных батареях Enelup. Что это такое и с чем его, собственно говоря, можно едить? Аккумуляторные батареи Enelup, это преимущество, ну, скажем так, они в себе заключают преимущество как от аккумуляторных батарей, так и от обычных батарей, которые продаются в магазине. Самым главным преимуществом аккумуляторных батарей Enelup является низкий уровень саморазряда. Это значит, что даже за 5 лет, если аккумуляторы просто лежат, они свой заряд не потеряют. То есть, вы их зарядили, положили в ящик, достали из ящика через 5 лет, вставили в устройство, вуаля, устройство работает. Не нужно никаких дополнительных зарядок. Это значит, что если приобретается вот такой вот блистер, его можно сразу вскрыть, вставить в какое-либо устройство, и устройство уже сразу будет работать. Это преимущество от батареек. Батареек мы обычно покупаем, и сразу можем с ними работать. Преимущество от аккумуляторов, естественно, их можно перезаряжать. Количество циклов, ну, есть 500, есть 2100, есть 3000 циклов, остановимся на средней сумме. Количество циклов перезарядки, нормальное для аккумуляторных батарей, сейчас составляет 2100 циклов. Это, чтобы вы понимали, ну, если сравнивать в батарейках, то это ведерко вот такой вот, наверное, высоты. То есть, в принципе, если говорить о экономии денег, то гораздо проще купить, например, один комплект аккумуляторных батарей, ну, и больше с батарейками не связываться, ну, по крайней мере, в течение ближайших 10 лет. Хорошо. Значит, что такое N-Loop, что это означает? Loop – это петля, N – это Energy. По сути, это такое, N-Loop – это аббревиатура двух слов, которая обозначает на русском языке энергетическая петля. Ну, все достаточно просто. Как я уже сказал, батарейки получили все самое ценное от аккумуляторов и от обычных щелочных батарей. Можно сразу использовать при приобретении это от батарейки и можно перезаряжать это от аккумулятора. Дальше. Низкий уровень саморазряда. Через 5 лет хранилия аккумуляторная батарея потеряет не более 30% своего заряда. Это достаточно хороший показатель. Я думаю, что все, кто сталкивался с никель-металл-гидридными аккумуляторами, они обращали внимание, что никель-металл-гидридный аккумулятор за первый день, если он просто лежит и нигде не используется, теряет до 20% заряда. И потом от 1 до 4% за каждый следующий день хранения. Это означает, что меньше чем за год никель-металл-гидридный аккумулятор разряжается полностью. С аккумуляторными батареями N-LOOP такого не происходит. Они не разряжаются в течение 5 лет. Преимущество номер 2. Как я уже сказал, вот такой вот белый аккумулятор N-LOOP, его можно перезаряжать без потери емкости до 2100 раз. Это вот такое вот ведро батареек. То есть это достаточно солидная экономия денежных средств. Что-что? Значит, смотрите, вот такая белая в рознице сейчас стоит 100 гривен штучка. А что, наверное? 140. А разница? Разница в емкости. Ну, я сейчас, здесь будет у меня слайд, я расскажу более подробно о каждой из них. Устраивает или сейчас сразу рассказать? Нет, нет, дальше. Все нормально? Хорошо, идем дальше. Преимущество номер 3. У аккумуляторных батарей N-LOOP, как вы понимаете, они сразу уже заряжены. Так вот, этот первый заряд, он как бы зеленый. Это означает, что первый раз они были заряжены от солнечных батарей. Существует специальное производство, которое заряжает аккумуляторные батареи после сборки. Соответственно, запитывается все это производство от солнечных батарей. Преимущество номер 4. Это очень хорошие показатели по поддержанию энергии. Как вы знаете, у аккумуляторных батарей показатель вольтажа где-то составляет, в отличие от батарейки, 1,2. Но по факту 1,2 это только в самом начале, потом он падает до 1,1. У батарейки вольтаж падает непрерывно, то есть как только мы ее вставили, да, она может показать 1,5, но уже буквально через несколько часов он тоже снизится где-то, ну уровень снизится где-то там до 1,1 и будет падать в зависимости, как долго мы работаем с батарейкой. Аккумуляторная батарея In-Loop держит 1,1 вольт в течение всей работы. После этого происходит, ну то есть, когда уже полностью батарея разряжена, она перестает подавать ток. Но подает ток с одинаковой интенсивностью в течение всего своего заряда. И преимущество номер 5, это работа при низких температурах. При минус 20 градусов Цельсия, то есть там можно поехать с ними покататься на лыжах, исследовать Арктику, если там лето и так далее, аккумуляторная батарея In-Loop нормально удерживает заряд. То есть заряд не теряется, то что является достаточно страшной штукой для мобильных телефонов и других элементов питания, когда низкая температура, минус 20 градусов, батарейка разряжает очень быстро. В In-Loop такого не происходит. Теперь по количеству продаж, ну это так, небольшой слайд, просто чтобы я не был голословен, что батарейки эти очень неплохие. Если сравнить 2005 и 2013 год, то, как видите, показатель продаж по всему миру, он вырос в три раза. Я думаю, вы и сами можете заметить, сейчас можно зайти практически в любой магазин, аккумуляторная батарея In-Loop уже там есть. А если их там нету, то назовите мне магазин, они там скоро появятся. А? У меня в руках есть. У меня вот здесь вот аккумуляторная батарея In-Loop и вот у меня, смотрите. Вот. Есть. А вам надо? Ну у меня там в курточке подойдет, переговорим. У вас есть черная? Черная, белая, синяя, какие хотите. Так, хорошо. Теперь, собственно говоря, в чем отличие между каждыми комплектами. Вы, наверное, могли заметить, что существует In-Loop Pro, это черная. In-Loop обычная, это белая. И существуют вот такие вот голубые, это In-Loop Lite. В первую очередь, разница в объеме самого аккумулятора. In-Loop Pro 2А аккумулятор имеет объем почти 2500 мАч. Это реальный объем, который есть у аккумулятора. Так как объем достаточно большой, 2500 мАч, соответственно, количество циклов, которое поддерживает этот объем, составляет около 500. То есть, гарантированно в течение 500 циклов объем падать не будет. Вторые по счету идут. Аккумуляторная батарея белая. Здесь уже 1900 мАч объем и 2100 циклов перезарядки с сохранением объема. Сейчас я говорю только о 2А аккумуляторах. 3А батарейки имеют черные 900 мАч, белые, соответственно, 750. И, наконец, голубые. Здесь 3000 циклов перезарядки. Здесь 550 мАч у аккумуляторной батареи 2А. И 550 у 3А. Вот такие вот бывают аккумуляторные батареи. Сейчас еще, если вы зайдете в магазин электроники, сможете увидеть тоже достаточно интересную штуку. Это аккумуляторная батарея In-Loop разных цветов. Называется Organic Color. Стоят они где-то столько же, только в комплекте там сразу идет 8 аккумуляторных батарей. Это ежегодная ограниченная серия, которая выпускается только в октябре-ноябре каждого года. И каждый раз в разных цветах. Удобно это тем, что у вас попарно можно отсортировать аккумуляторы. Отпользовались салатовыми, соответственно, сейчас пользуетесь белыми. Потом отпользовались белыми, взяли оранжевые и так далее. То есть аккумуляторы сразу промаркированы. Вы знаете, какими вы уже пользовались и знаете, какие сейчас заряжены. Теперь по зарядным устройствам. В комплекте... Сейчас, секунду. В комплекте к аккумуляторам можно приобрести зарядное устройство. Зарядное устройство у нас бывает трех видов. Самое интересное из них это вот это вот BQCC16. Вот такие вот черные аккумуляторы оно заряжает за 2 часа. Есть модель попроще. Это BQCC17. Оно может зарядить аккумуляторные батареи белые где-то за 7 часов. И самое такое простое, это BQCC18. Оно уже заряжает аккумуляторные батареи где-то за 10 часов. Ну, собственно говоря, вот это вот CC16, оно идет в комплекте вот с такими вот черными аккумуляторами, которые у меня в руках. А можно, замечательно. Да. Маркетинговая ошибка ваша, что вы выпускаете комплекты некоторых без пластмассового короба. Ну, продаете. Без вот это, приходится, в других батареях этот короб брать. Ну, имеется в виду кейс для 4-х аккумуляторов. У нас есть комплекты и такие, и такие. Вот. Так просто на топсии. Во все? Ну, просто я понимаю, в чем ситуация, но бывает такое, что они как бы не очень нужны. То есть, если мы говорим о том, что мы используем эти аккумуляторы, например, во вспышке, да, тогда мне нужен дополнительный комплект, и я беру с собой короб. А если, например, такая штука, что я как бы вот купил аккумуляторы, вставил, например, ну вот в Азербайджане у нас покупают черные налубы и вставляют в пульт дистанционного управления. Ну, то есть, это нормально, они как бы считают, что это все ок. Ну, здесь ничего такого, просто, ну вот люди считают, что аккумуляторы, ну, нужно поставить именно аккумуляторы в пульт. Здесь кейс как бы не нужен. Ну, то есть, потому что они находятся в одном устройстве. И здесь уже, в зависимости от того, что вам необходимо, можно выбрать либо тот, либо тот. Хорошо. Это что касается наших аккумуляторных батарей. Я бы хотел показать еще одно небольшое видео. Оно будет связано с тестированием аккумуляторов. Секундочку. Вот оно. Видно? Видно? Да. Видно? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, как вы могли увидеть из видео, аккумуляторная батарея, если сравнивать их с другими устройствами, то есть с другими аккумуляторами конкурентов, то они гораздо лучше передают заряд, и, собственно говоря, вспышку можно использовать больше раз в течение длительного времени. Соответственно, это вот одно из таких самых главных преимуществ аккумуляторных батарей. Скажите, возможно, у вас какие-то вопросы еще остались по этим устройствам? Ну, думаю, вопрос, где купить... По зарядкам или по аккумуляторам? И по зарядкам, и по аккумуляторам. Есть один такой нюанс, это вам совет. Как пользователя оборудования Panasonic, да, но это не другие аккумуляторы. Ага. А Sony, ну, половина, практически больше половины света используют разъемы соневских аккумуляторов. Там, F70, 800, 960 и тому подобное. А подпанасовские разъемы практически нет. Это ухудшение маркетолога. Я сообщу об этом. Или переходников, например. Ну, и переходники там, да. В основном разы только с платформой. Ага, хорошо. Так, я понял, я это сообщу. Еще секунду, я хочу еще эту презентацию открыть. Так, еще были вопросы. Да, я вот забыл, да. А вот полные зарядки, если, например, их зарядить и через месяц только использовать, какие потери там, ну, расскажите. Через месяц? Да. Никаких. Ну, там, 1%, 2% максимум. А срок службы какой? Сколько циклов? Срок службы, ну, говорил, срок службы составляет 7 лет. Ну, это как бы у нас стандартно на всю технику. Количество циклов в зависимости от модели. С сохранением объема, то есть объем не теряется гарантированно для черных 500 циклов, для белых 2100 циклов, для голубых 3000 циклов. Спасибо. Сейчас, да. Он себе аккумулятор, я не могу. Так. Он сказал, мне нужно, я на руку сказал. Что, когда такой компании как-то нету, и он поглотил отмечать кино. И продал мне больше кино. Страшный человек. А какая компания? Нет, в чем-то нет. Не-не-не-не. Где это было? Просто в магазине мальчика. А в каком? В этом году. Спасибо. Спасибо.